Амигранты являются самыми активными контактерами, разносчиками потенциальными заболеваниями. У нас своего коронавируса достаточно, еще привезут и заболеют здесь. Люди живут, они живые. Они болеют, они умирают, они все делают. Это люди. Мы им задавали такие вопросы два месяца назад и неделю назад, и нам ничего внятного сообщить не могли. Два месяца назад мы это отнесли к тому, что, по всей видимости, не хватает вакцины. А главный санитарный врач Попова говорила, что в плане прививок они видят, что сначала россияне, потом иностранные граждане. Сейчас мы видим, что, пожалуй, прививки есть и на мигрантов, но решения пока какого-то конкретного нет. Только слова о том, что с июля, вероятно, с июля, вероятно, спутник «Лайт» начнут прививать иностранных граждан. Не смогли привиться раньше, потому что мы приезжали к больничку, да, они там говорили, что они не могут, не имеют права, или что-то нужны документы российские. Но у нас нету ни паспортов, у нас просто регистрация на работе, все остальное нету. Поэтому они не смогли, как бы, нас на вакцинацию записать. Получается, что не разрешено, но мы этого очень ждем. Вакцина полностью идентична первому компоненту вакцины «Спутник Ви». Он лучше нарабатывается в следующих культурах. Это, получается, дешевая вакцина. Предназначена она для однократного введения. Но, конечно, нужно помнить, что эффективность этой вакцины будет ниже, чем у «Спутника Ви». Я думаю, что ее для специальных случаев будут применять. Если приехали иностранцы срок меньше трех недель, и нужно их провакцинировать, то годится вот такая вакцина. Я считаю, что вообще принудительно никого не надо вакцинировать. Но то, что у нас сейчас происходит, кризис недоверия власти, и, соответственно, идет отторжение людей, отторжение вакцинации. Мигрантов, да, конечно, нужно. Нас обязали, и, соответственно, все приезжие тоже должны пройти вакцинацию, потому что так должно быть. Обязательно надо вакцинировать. У нас своего коронавируса достаточно. Еще привезут и заболеют здесь. На платной основе точно нет. Но я совершенно точно не против вакцинации. Просто, наверное, это должно быть непринудительно. А каким-то другим образом нужно просто агитировать нормально. И, наверное, нужно просто показывать, объяснять, почему это нужно. Люди живут, они живые. Они болеют, они умирают, они все делают. Это люди. А вот сейчас именно заставляют тебе здесь укол сделать, ты будешь жив. Укол не сделал, ты будешь не жив. Это кто? Это Всевышний только знает. Больше никто не знает. Что касается мигрантов, сколько они должны заплатить. Вот тот же самый Сергей Семенович Собянин, как-то, знаешь, с нотками растерянности, говорил нам пару лет назад о том, что мигранты, оказывается, в московский бюджет платят столько налогов, что это суммарно больше, чем налоги от нефтяных компаний, которые зарегистрированы в Москве. Поэтому мне кажется, что здесь московские власти не должны быть крохоборами, а должны обеспечить бесплатную, это в кавычках, бесплатной вакцинацией, потому что мигранты заплатили за эту вакцинацию своими налогами. Не хотят, может быть, из-за того, что не дают врачи гарантии того, что 100% не будешь болеть вирусом. Поэтому они как-то еще против, все колебаются. Но если у нас все начнут прибиваться на работе, ну они все равно будут уже вынуждены, потому что работа хорошая и по-любому будут прививаться все. Наверное, надо вакцинироваться, я думаю, что надо. Вы сами для себя приняли это решение? Я думаю, я буду вакцинироваться, да, но на данном этапе не готов. В том плане, что я не знаю, я не уверен в том, что хорошая вакцина сейчас или нет. Потому что у нас, допустим, у меня в городе, да, предлагают китайскую вакцину. А вы из какого города? Я из Мстиславля. Это где, извините? Это на границе с Россией, это Беларусь. Я из Беларуси сам, да. Вот. И у нас, получается, китайская. Что такое китайская, откуда она вообще, какая она, никто не знает. То есть у нас там у меня знакомые кололись и все равно заболели. Что это такое, зачем тогда нужно вакцинироваться, если я все равно это не работаю? Есть люди, которые, значит, и раньше хотели привиться. Есть люди, которым сейчас, если будет сказано, что добро пожаловать в 100, а лучше в 1000 пунктов, они захотят привиться. Значит, было бы хорошо, чтобы им сказали, это будет бесплатно, и они тогда будут идти охотнее. Поэтому на ваш вопрос, хотят ли мигранты, ну, я могу ответить так. Они хотят в большей мере, чем граждане Российской Федерации, с точки зрения уровня доверия к российским властям, а значит, и к российской медицине. Нам кажется, у мигрантов он выше, чем у местного населения. Редактор субтитров А.Семкин